мы с вами месяц по-моему не встречались по четвергам по поводу агенты так вот получилось ладно сейчас для разминки я вам одну вещь здесь прочитаю я уже вам говорил я думаю вы помните и может быть кто-то уже попробовал минут эдак 10 ничего не делать вообще можете просто посидеть больше но я бы моя всю жизнь можно ничего не делать но вот так просто посидеть ни на что не отвлекаясь вот побыть собою в тишине во внутренней тишине сложно вот если получается значит результаты у вас уже есть есть и вот я хочу здесь привести пример эксперимент проводились людьми которым примерно такая задача ставилась сейчас посмотрите что сказать происходило с людьми ученые гарварда университета вирджинии во главе с психологом тимоти уилсоном провели серию экспериментов и выяснили большинство людей некомфортно большинству людей некомфортно оставаться наедине с собой и они предпочтут любое действие даже если оно не очень приятно и тому чтобы просто остаться наедине с своими мыслями вывода психологов представлен в журнале science вот сейчас выводы я вам прочитаю то есть людей заставляли оставаться наедине со своими мыслями я вам предлагаю остаться наедине с внутренней тишиной разная вещь наверное вот они оставались наедине со своими мыслями что из этого получилось вился на его коллеги оставляли участников исследования в пустой комнате в течение промежутка времени от 6 до 15 минут без мобильных телефонов и материалов для чтения или письма им предлагалось развлекать себя самостоятельно только при помощи своих мыслей в первых опытах участвовали только студенты колледжей многие из которых признались что этот мыслительный период был не очень приятным и им было очень трудно сосредоточиться однако те же результаты показал и другая группа подопытных их возраст творилось от 18 до 77 лет испытуемые отмечали что никакого удовольствия от этого опыта не получали они также жаловались на то что испытывает проблемы с концентрацией когда ничего в помещении не отвлекало их внимание дальнейшем участникам разрешили провести такой же эксперимент дома и приблизительно треть из них призналась что им удалось обмануть себя параллельно мыслительному процессу они занимаются другой деятельности слушали музыку возили с мобильным телефоном или просто раскачивались на стуле вилсон считает что люди как правило предпочитают не отрываться от внешнего мира тратить больше времени на просмотр от телевизора общения или чтения нежели на полноценный отдых и на размышлениях но размышления тут везде присутствует да потому что считается что человек должен мыслить постоянно и без остановок дополнительный эксперимент показал еще более интересный результат на этот раз перед учеными стояла цель выяснить чему люди отдадут предпочтение полного отсутствия какого-либо занятия и внешних раздражителей или наличию неприятной деятельности результаты показали что многие выбрали бы второй вариант заниматься неприятной деятельностью чем вообще молчать любой деятельности участникам предложили те же обстоятельства что и предыдущих исследованиях но с добавлением но с добавленным выбором умеренным ударом только при нажатии соответствии кнопки 12 из 18 мужчин и 6 из 24 женщин по крайней мере один раз ударяли себя током во время этого эксперимента есть рука тянулась каком-то экстремальному варианту чтобы нарушить вот это уединение вот по словам вилсона мужчина более склонны искать остое ощущение потому среди их нажавших кнопку их было два раза больше если бы там да как бы там ни было ученые убеждены что многим людям ученые убеждены ученые вообще убеждены знаем во многих вещах чем убеждены настолько что невозможно переубедить так вот ученые убеждены что многим людям настолько неприятно оставаться наедине с собой что они предпочитают делать что угодно даже если это приносит им вред вилс он отметил что он и его коллеги все еще работает над причинами этого феномена и желает понять почему люди чувствуют себя некомфортно в отсутствии внешних раздражителей оставаясь наедине только со своими мыслями я думаю нам уже не надо быть учеными мы все знаем что происходит потому что оставаться наедине с своим эго да вот так вот не выбрасывая себя вовне вот когда всплывает вся помойка вот это внутренне это наверное мягко говоря не совсем комфортно то есть нам причина понятная ученый пусть разбираются пишут диссертации делают опыт и бьют током вот мы будем шагать по пути согнать на эволюции наша так сказать вот уединение уединенное состояние вот она будет показателем вот возможность нем пребывать внутренней тишины если у вас есть внутренняя тишина то никаких проблем никаких проблем вот в уединении вас не будет понятно вот все вот то что я хотел вам дополнение к тому что я уже говорил представить мы теперь продолжим разговорный вариант агенды сат прям матери да я увидел во внешнем мире что когда условия предельно трудные стремление внутренних стремление гораздо интенсивнее гораздо более интенсивно это почти вопрос жизни и смерти его чтобы у современного человека пробудилась искренне сердечное стремление к серьезной духовной работе он например на должен начать задыхаться вначале так потихонечку а потом у души становится все более очевидно задыхаться в условиях социума потому что задыхаться где-то ну уединяясь и оставив доска все внешние раздражители ну наверно можно долго ждать вот этого состояния а вот в условиях социума действительно человек который имеет духовный талант он начинает задыхаться ему становится сложно однако этот факт вовсе не должен обратить человек который начинает задыхаться в бегство из социума с целью создание какой-то келейной духовной атмосферы для того чтобы раствориться в ней как вот сейчас предлагается разного рода практики какие для отдохновения там помедитируем представим что мы находимся так где-то в каких там сферах да то есть порядке отдохновения предлагается вот эти практики для тех кто начинает задыхаться напротив вот нам именно в колючих условиях социума проще установить абсолютную ровность сознания мы говорим о медитации на социум и вот это базовое состояние ровности сознания как раз и есть та самая основа на которой осуществляется работа на пути сознательной духовной эволюции и по сегодня действительно для многих духовно одаренных людей такие люди появляются вот этот вопрос вопрос внутренней реализации действительно вопрос жизни или смерти особенно молодых людей которые не знают вот в этом состоянии на такого удушья нахождение в солнцем не знает что им делать не знает куда себя применить для того чтобы это состояние каким-то образом купировать а вот когда человек попадает в келейную духовную атмосферу какой-то духовный оазис искусственно созданной то там как ни странно сердечное стремление внутреннее стремление но притупляется но притупляется и вопрос жизни смерть перестает быть актуальным сегодня я все время это подчеркиваю земное человечество все больше походит на огромную психиатрическую клинику я совершенно размыты критерий нормы и патологии таких критерий уже не существует если я 30-40 тому назад эти критерии существовали то сегодня когда божественная сила оказывает давление на все человечество в чем выразление все возрастающие вот эти нормы и патологии критерий уже не существует то есть люди все ну мягко говоря ненормальные с большими сдвигами причем поставить себе диагноз человек не может другому тоже то есть вообще получается так что и пациента и врачи и диагноз то они в общем-то в одинаковых условиях находится так что если вы желаете оставаться пациентами этой огромной психиатрической клинике земного человечества дату дерзайте если не желаете ими оставаться становитесь на путь сознательной эволюции другого выход просто не существует мать на эти слова сат према что действительно начинаешь задыхаться находясь в условиях социума трудных условий да так оно и есть это говорит о том что человек существо все еще настолько грубое примитивное что нуждается в крайностях скорее всего именно поэтому здесь в человечестве столько трудностей они здесь просто кучами громоздятся проблема нрава проблема со здоровьем проблемы с ситуациями потому что напор трудностей пробуждает сознание а когда все мирно и легко вы засыпаете то есть господом предусмотрено вот это правило правило поддержания продуктивной эволюционной напряженности в человечестве то есть люди не должны спать их периодически надо будить будить в индивидуальном порядке и будить в крупномасштабных разного рода но массовых катастроф иначе люди просто уснут поэтому удивляться тому что происходит в мире нам уже не нужно нельзя потому что это действительно все совершается по воле всевышнего и это воля твердо прямо упорно ведет нас пусть немногих да но к правильной духовной реализации иных вариантов просто быть не может это духовная апатия с редкими всплесками духовной активности действительно свидетельствует о том что человечество в целом в основе своей грубые примитивная поэтому для пробуждения сонных или спящих сознаний требуется куча постоянных кармических трудностей чтобы они постоянно постоянно нас преследовали больших и малых и в конечном счете эти трудности кармические заставляют людей постоянно находиться в поисках выхода из тупика ну кто-то правильный выход ищет у кого-то таскать ложные пути поиска выходов но тем не менее люди начинают хотя бы искать хотя бы пытаться искать это и служит для имеющих духовный талант необходимым стимулом для начала сознательных духовных поисков которые направлены на кардинальное лишение проблемы все возрастающих трудностей при их отсутствии при отсутствии трудность человечеством просто перестала бы существовать как бесплодная ведь в божественной эволюции то есть на просто перестал существовать ибо на не приносила бы духовных плодов и не было бы духовного роста она была бы но бессмысленно для господа что касается трудностей и потрясений то наша страна по всей видимости на учете у господа у нас к счастью не забывает и оправдать его доверенно наш главная задача не забывает он нас все время как только начинаем дремать или самоуспокоились немножко он устраивает нам вот такие периодические встряски этим же шреуробинда объяснила необходимость войны в мирной обстановке люди становятся вялыми не могу сказать что мне это очень нравится но похоже все именно так и есть по сути об этом шреуробинда говорила в часе бога если вы обладаете силой и знаний мы не используете эту возможность тогда горе вам так войны и связанные с ними трагедии лишения от одной из действенных средств господа который способствует пробуждению и росту сознания индивидов отдельных индивидов и рост сознания в целом вот если ты пребываешь в эволюционном застое и остановился в духовном развитии то тебе требуется серьезная встряска как ни странно но в глубоко запущенных случаях у господа и других средств просто не существует когда отдельный человек имеющий духовный талант его разбазаривает и не приумножает то там катастрофы индивидуального порядка серьезные болезни а когда начинает спеть нации или народ спать нации или народ который предназначен в данный период времени это проблема духовная реализация решать то тогда этому народу устраивается ну такие значительные потрясения серьезные потрясения для пробуждения сознания на первый взгляд это кажется парадоксальным что господь такой вот жестокий такой несерьезные вот как бы с нами не советуясь устраивает нам такие мероприятия вот но только войны и лишения во время когда истинно духовную жизнь на потребу массам подменяется фальшивкой такой знаете ну фальшивой идеологии или религиозным суррогатом то есть преподносится в общем то варианты духовной реализации которые не соответствуют сегодня не соответствует сегодня уровню сознания современного человека и в россии наша страна она безусловно еще раз хочется отметить нам на учете у господа и последние столетия он вообще нам не давал дремать сто лет вот в прошлом веке мы постоянно постоянно подвергались массированным атакам с его стороны и в результате сегодня только мы с вами только те кто стал здесь на путь сознательной духовной эволюции спринансов на приносим полноценные духовные плоды они уже приносит остальной мир как вот сегодня хорошо видится поскольку телевидение нам представляет эту возможность он вы спит и мало надежд на его пробуждение мало надежд практических нет он просто спит шлиуробинда писал стремится интенсивно но без нетерпения разница между интенсивностью нетерпением очень тонкая все это отличие в вибрациях это тонко но в этом вся разница интенсивно но без нетерпения это она это именно то состояние в котором мы должны находиться ну что такое интенсивное сердечное стремление интенсивное сердечное стремление вызывает духовные вибрации которые рождаются в нашей истинной сущности сердечное стремление я думаю мы понимаем что это такое это не витальные желание во что бы то ни стало что-то обрести не путать витальное желание сердечным стремлением разное качество вибрации из разных мест эти вибрации исходят поэтому надо здесь очень четко различать эти два вида вибраций интенсивное сердечное стремление без нетерпения это абсолютно верные внутренние позиции которые обеспечивают нам и соответственно господу нужный результат противном случае примешиваясь к сердечному стремлению витальное нетерпение поскорее бои желание достичь результата тормозит духовный рост тормозит по причине выпадения нашего сознания активно из реального времени потому что нетерпение и витальное желание получить результат это выпадение из реальности это чуть-чуть впереди реальности тот ожидание результата это то что заставляет нас находиться впереди того времени в котором мы должны быть ясно эмоциональный порыв это впереди рассудочная деятельность заставляет нас тормозится то есть два варианта эмоциональное нетерпение и размышление это то что вырывает нас из реальности так вот интенсивное сердечное стремление без нетерпения без эмоционального порыва как раз то что требуется не ожидать никакого результата не ждать дивидендов и тогда работа сама по себе в общем-то идет в нужном темпе перестаньте хотеть перестаньте хотеть получить какой бы то ни было результаты все будет в порядке но подавляющее большинство на 90 процентов идущих как они говорят по пути сознательной эволюции говорят что они почему-то топчется на месте тут несложно сказать почему сразу надо задавать прямой вопрос чего вы ждете обязательно что-то ждет человека обязательно что-то ждет ждет какого-то результата вот вам и топтание на месте ждет успехов в любви в коммерции в духовной работе ну ждет чего-то то есть чтобы на него высшая сила обратила особое внимание то есть на его персону обратила внимание помогло ему реализовать то что ему хочется как он себе мыслит духовной жизни как он мыслит результаты вот этой духовной работы перестаньте хотите все будет нормальный потому что в духовной работе навязчивый мысль отрезать результате в духовной работе навязчивой мысль результат съедает сам результат его не будет вот это наверное актуально для всех вот еще раз проверяйте себя перестаньте что-либо хотеть духовной работе хотите ничего нельзя нужно только наблюдать за тем что с вами происходит в процессе работы той силы которые вы открылись вы живете нормальной жизнью социальной жизнью и это не значит что вы если ничего не хотите не желаете это ваша социальная жизнь становится вялой какой-то таскать но малопригодной нет когда вы не хотите не желаете каких-то результатов то сама по себе жизнь направляется в правильное русло высшей воли тогда сам все процесс или сама жизнь то что мы на моей протекает благодатных условиях максимально максимально благодатных условиях понятное и внутренняя радость это не то что вот прыгать до потолка потому что вы там что-то получили вот от радости прыгать нет вот такое спокойное внутренне благодатное состояние но в общем то если вы правильно работаете на пути не желая получить никаких результатов вот она постоянно постоянно таскать у вас проявляется и потом укрепляется настолько фундаментально что вы не то что привыкаете к этому напротив не перестаете удивляться тому как удивительно складывается ваша жизнь вы ничего не хотите она складывать совершенно замечательно вы даже мечтать об этом не могли мы живем я имею ввиду люди живут беспокойной жизнью и мне дает покоя полуосознанное ощущение что их жизнь так коротко они об этом не думают но чувствуют они об этом не думать но чувствую это на подсознательном уровне поэтому они все время хотят скорее 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 перескочить от одного к другому разделся быстро с одним чтобы перейти к другому вместо того чтобы каждое мгновение прожить в его собственной вечности у них постоянная потребность мчаться вперед 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 и это все губит но все человечество все человечество мы не обшибемся если так скажем живет крайне беспокойной и ускоренной жизнью особенно это свойственно жителями больших городов особенно где проживает более половины населения планеты вот мать связывает ускоренный темп жизни с подсознательным ощущением людьми скоротечности их пребывания на земле физическом теле вот и соответственно со страстным желанием успеть как можно больше сделать за отпущенное время биологические роботы хотят во что бы то ни стало насытиться витальной жизнью потому что она коротка надо наезд напиться вот всего всех удовольствий всех прелести этой жизни потому что действительно придет ей конец и у них постоянная потребность безоглядно мчаться вперед только вперед ибо при этом вот когда они мчатся вперед создается видимость кипучей деятельности создается видимость что они что-то делают и это кипучая деятельность сопровождается как правило бодными эмоциями бодными эмоциями люди думают что они живут только тогда когда испытывают эти бодные эмоции при этом стереотипы поведения ну то что мы называем стереотипом и поведение это наше привычное действие они выполняются реализуются в ускоренном темпе что делает вечно торопящихся людей уязвимыми во всех отношениях когда вы торопитесь когда вы выпадаете из реального время то неприятности просто бывает так что сыплются одна за другой потому что вы не умеете правильно оценить ситуации то есть вы видите только то что вы хотите достичь и абсолютно вас . окружающая обстановка которая ну или факторные ситуации в которой вы находите она вами не контролируется поэтому отсюда идут все или происходят все беды беды в человечестве бесцельно спешить жить взять от жизни как можно больше это признак глупости и незрелости сознания это глупость и незрелость сознания это диагноз очень верный задача тех кто выбрал для себя путь сознательной духовной эволюции преодолеть навязанным темп всемирной спешки пешка семенная то сила давит люди начинают ускоренно двигаться как муравьи в муравейник когда их тревожишь потому что сила должна быть усвоен калина не усвоивается не усваивается она вызывает ускорение понимаете на иноус военная сила вызывает со неровности если сила не усваивается что все таскать начинают двигаться быстрее ну под давлением да если вы воздух сживаете то там движутся атомы молекулы быстрее да наверно знаете эту физику ну элементарная сжимайте движение быстрее разреженном воздухе все как помедленнее вот сжимает сжимает эта сила давит на человечество и вот эти ускорения они естественное следствие того что ли не усваивают эту энергию не усваивают и действительно став на путь сознательной эволюции нам просто необходимо преодолеть этот навязанный темп спешки вернуться в реальное время здесь сейчас и окончательно освободившись от путь смертной жизни переживать или проживать правильное каждое мгновение божественной полноте ибо вы прекрасно ощущаете в этом новом состоянии сознание что впереди уже не печальный конец которому надо торопиться все люди торопятся печальному концу как можно больше успеть а сама вечность вот и все поэтому ты успокаиваешься никакой спешки никакой беготни вот почему некоторые проповедовали что единственный важный миг это миг настоящего что неверно на практике нос психологические то стрижение так так и должно быть другими словами давайте жить каждую минуту на пределе своих возможностей не предвидя не желая не ожидая и не подготавливая каждое следующее мгновение потому что мы всегда спешим 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 и все делаем неправильно мы живем в состоянии внутреннего напряжения совершенно ложного напряжения совершенно ложного так вот состоянии внутреннего напряжения в котором постоянно пребывает все земное человечество имеет причиной выпадений из реального времени выпадение из текущего мгновения жизни ибо выпадение из реальности это прежде всего что отпадение от господа уход с той самой волны божественной на который мы должны настроиться то есть люди не настроены на вожественной волной дни выпадают наше активное сознание выпадает из реального времени когда функционирует в эмоциональном режиме или рассудочном режиме когда мы мыслим или рассуждаем или когда мы впадаем в эмоциональное состояние вот тогда мы выпадаем из реальности то нам упадаем из реальности мы либо опережаем реальное время либо отстаем от нему а также когда мы пребываем в состоянии это сказать интуитивной подсознательной деятельности когда реализуем стереотипы когда мы являемся просто биологическими роботами с наработанной массы стереотипов поведения речевых стереотип то есть живем по привычке это тоже выпадение из реального времени мы чуть-чуть капельку отстаем от реальности вот это чуть-чуть капелька неважно чуть-чуть это или много это то что уводят нас божественной волны понятно по мере нашего продвижения по пути сознательной эволюции с наработкой новой тонкой вибрационной структуры в коконе физического тела все внутренние трения все противоречия напряженность исчезает ибо наше новое сознание новое сознание принципиально новое сознание супраментальное сознание настроено на божественную волну и спонтанно функционирует в реальном моменте времени мы назвали этом режимом сверхсознательной психической деятельности по сути это сознание которое подчиняется всевышней воли по сути это сознание господа его как верно подметил джиддя крыш намотки берно он подметил что если наше активные сознание функционируют в реальной моменте если она пребывает здесь сейчас то каждое мгновение вы умираете для прошлого и рождаетесь для будущего то есть просто умирает каждое мгновение но не существует они давят и обновляется вот это мгновение обновляет на смерть старого и рождение нового от мгновения происходит понятно каждое мгновение то что старый умирает рождается новый то есть идет постоянное обновление постоянное обновление постоянное обновление это значит что тот искомый результат быть здесь сейчас всегда то есть находиться в состоянии сознания господа когда происходит просто жизнь как динамический процесс который не имеет ни начала ни конца нет конца и нет начал то есть смерть рождения смерть рождения каждое мгновение то есть вы умираете до пошло каждое текущее мгновение рождаетесь настоящем обновление идет постоянно это означает не что изной как существование в вечности жаловаться когда больно это говорит об изнеженности и все это безвижность и все но заявлять я теряю столько времени я все так медленно делаю это наглядно иллюстрации той спешки в которой живут люди они несутся по жизни куда конечному краху люди которые постоянно твердят что они ничего не успевают сделать действительно безоглядно несутся по жизни конечному краху так и не удосужившись хоть на мгновение хоть на время остановить чтобы увидеть это вы видите что они несутся куда бессмысленно несутся действительно конечному краху только сделав большую паузу можно понять всю бесперспективность жизни в режиме всегдашней спешки потому не торопитесь не торопитесь никогда потому что вечность не спешат в нее входят размере наступая по пути сознательной эволюции спешить вечность не надо коль вы выбрали путь по которой ведет туда то входите с достоинством размеренно потихонечку вот набирая вот тот самый темп который вас действительно приведет конечная реализация вот вечно спешащие попробуйте хоть раз не спешить вот попробуйте попробуйте вот так же остаться один на один собой никуда не спешить минут десять-пятнадцать просто посидеть вот посмотрите проведите такой эксперимент что получится испытайте чудо состояние когда вы никуда не спешить вы идете туда куда надо идти но вы не спешите понятно наверно вы всегда приходите вовремя без всяких потрясений у вас не ломается каблук у вас нет синяков вас нет переломов да у вас внутреннее состояние нормальное спокойное ясно наверно да вот попробуйте попробуйте а потом уже и пробовать не надо это просто станет ну той самой нормой вот ради которой тоже стоит в общем то стать на этот путь чтобы никуда не спешить вы знаете вот и все успевать успевать все все что нужно сделать вы успеваете сделать но вы никуда не спешить это удивительная вещь вот казалось бы находясь на лоне природы можно никуда не спешить казалось бы да однако и в этом случае люди умудряются все испортить начав например судорожно любить природу найти такой судорожно все это любить вот хватить в этот такой в тряске судорожный как все чудесно как все прекрасно понимаете да вот я замечал иногда вот это выходит и и тут начинает все не спешите не торопитесь уж на природе то зачем жадностью как последний раз начинает внюхиваться цветы в травы там не спешите никогда на природе видеть себя нормально да потом уже не на природе будете вести себя нормально то есть проверять себя постоянно насколько витальный компонент вас еще силен насколько он вас превалирует а это всегда спешка это всегда восхищение такое но как актеры актрисы вот я когда смотрю вот этих актеров которые в постоянном возбуждении суете и я понимаю что почему я категорически так отвергал и отторгал тех актеров которые все время все время вот на таком на нерве вот знаете играют изображают и по жизни они все так делают это очень неприятно отвратительно когда ты устоялся вот главным ты видишь вот эту суету вот то что вносит я не буду называть фамилии таких актеров много много они у меня всегда вызывали неприязнь хотя они все великие там и известные но очень физически неприятно то есть вот эта атмосфера от них исходит такая деструктивная они пытаются подавить витальным напором вообще все остальное